Подзаголовок. Интернациональный Баку, имея свое начало, должен был иметь и свой конец. По прошествии лет и многое передумав, я понимаю, что на самом деле этот взрыв азербайджанского национализма был и неизбежен, и в общем справедлив. В конце концов, как и любой народ, они имеют право на свою страну и им решать, какой быть ей и какими быть им. Ни далекая Москва, ни ближайшая Элла Марковна не должны учить или навязывать им свои критерии культуры и морали. Они взяли то хорошее, что мы им давали, и они дали нам реализовать себя, отблагодарив уважением, памятью и долгой столетней иллюзией родного дома. В какой-то момент эта иллюзия должна была развеяться. Они должны были сказать нам «Спасибо, дальше мы сами». С этого часа вопрос «мой» или «не мой» — это город, стал только нашим личным вопросом. В конце концов, у меня, еврея, есть своя страна. Этот феномен, интернациональный Баку, имея начало, должен был иметь и свой конец. Как однажды заметил Лазя, такова судьба всех колониальных городов. Независимый азербайджанский Баку состоялся. Он процветает, строится и живет полнокровной жизнью. Они сумели пережить отток интеллигенции, выстояли и пошли вперед. «Широко шагает Азербайджан». Можно быть на них и в претензии. Можно многое не прощать им. Многое нельзя забыть. Но история рассудила этот спор в их пользу. Просматривая сегодня бакинские сайты в интернете, можно увидеть, что происшедшее оставило глубокий след у всех бывших и нынешних бакинцев. Наверное, все-таки успело сформироваться что-то вроде бакинской «квазинациональности» в кавычках. До народа это, конечно, не доросло. Наши дети, выросшие вне Баку, уже не бакинцы. Они вернулись к своим первоначальным самоопределениям русских, армян, евреев или азербайджанцев. «Бакинцами» остались только мы, кто вырос и прожил в Баку значимую часть своей жизни. Нам, неазербайджанцам, пожалуй, легче. Происшедшее не на нашей совести, не мы разрушили наш город. Азербайджанцы же до сих пор не могут с этим справиться. Грустно читать их переписку, их крик души, перелистывать бесчисленные альбомы фотографий старых улиц, домов, уголков города, которые безжалостно уничтожаются «гордашами» в кавычках, как они их когда-то презрительно называли. Эти «гордаши» строят там «второй Дубай» в кавычках, и милый модерн бакинских 1900-х их совсем не трогает. Азербайджанско-бакинскому сердцу некуда приткнуться. Нет у них ни своего Еревана, ни своей Москвы или Израиля. Кроме того, в кавычках «баку», у них нет ничего. Как и прежде, пишущие, говорящие и думающие по-русски, в каком бы уголке мира они теперь ни оказались, бывшие бакинцы-азербайджанцы держатся за свои сайты и форумы, держатся крепко-крепко, словно за руку своей мамы, без которой страшно засыпать. Наш дом на Свердловской простоял все эти годы. На аэроснимке «Баку» в интернете я каждый раз его отчетливо видел. Все улицы давно переименовали, переименовали и нашу Свердловскую, Канитопинскую. Вокруг уже посносили все окрестные лачуги и на их месте построили высотные дома. Наш дом со всеми его недоделками был все же капитальным, серьезным, даже красивым. Он оставался. Я думал когда-нибудь съездить в Баку. Я бы зашел в наше парадное, поднялся бы на третий этаж и дернул за хвост шестерки, в кавычках, которая, может, еще осталась. Новые хозяева, возможно, позволили бы мне зайти. Недавно я вновь заглянул на сайт. Дома больше нет. На его месте большая строительная площадка. Там будет строиться новый небоскреб. Теперь наш дом останется только здесь, на этих страницах. Продолжение следует...